Хочется столько же денег, сколько у вас. Это можно, да. Это можно. Вы же очень хорошо учились. У вас какая-то была, видимо, мотивация. То есть вы просто хорошо учились, потому что вам интересно было учиться. Интересно было. Просто было интересно. У меня одно рабочее место в жизни было. Я как пришел на Северсталь в 88-м году, так на ней и работаю по сей день. У вас должна быть большая пенсия, в принципе. Вы знаете, я очень надеюсь, да. Я точно стал больше выделять времени на общение с семьей и на отдых сейчас, чем 10 лет назад. Стеснения особого в средствах не испытывал. Правда, сейчас мы испытываем нехватку того-то другого миллиарда на приобретение чего-нибудь, но это уже другая история. Конечно, хотел вас попрекать, Алексей Александрович, что вы согласились вместе с нами встретить приближающийся юбилей 15-летия журнала Forbes. Вы были на первой обложке. Первая обложка здесь. Сейчас вы тоже на обложке нашего апрельского номера. Вы, на самом деле, если так посмотреть на эти обложки, вы сильно помолодели с тех пор. Ой, спасибо. Я бы хотел начать с этой несерьезной темы. Что вас мотивировала? Любовь, кризис среднего возраста. Как вы добились? Почему? Спасибо. Во-первых, спасибо за приглашение. И спасибо за такой устойчивый 15-летний интерес Forbes к моей скромной персоне и к нашей замечательной компании. А что касается внешнего вида, ну, во-первых, не знаю. Во-вторых, в общем, ответ, наверное, очень простой. Хочется быть лучше. Очень много вызовов, которым нужно противостоять, а для этого нужна физическая сила и выносливость. И когда ты начинаешь работать над собой так, последовательно и четко, то вот получается побочный результат, который, собственно, вы сейчас и описали. Как-то специально я там внешностью не занимался, вне всяких сомнений, но вот постоянная работа над повышением работоспособности, она, собственно, и привела к... А сколько раз вы в день занимаетесь спортом? Это очень зависит от ситуации, но у меня есть некая норма, которой я стараюсь придерживаться, некое количество часов и некое количество упражнений, которые в неделю я должен сделать. Вот я, несмотря на все обстоятельства, стараюсь их делать. Но это очень меняется там. А диета? Есть какая-то? Да, ну, наверное, нельзя назвать это уж прям совсем диетой, но определенные ограничения, не всяких сомнений, причем их довольно много. Очевидно, что если я буду кушать, пить пиво и кушать сосиски, то быстро вернусь обратно к такому состоянию. Туда же, да? Да. Поэтому нет ни всяких сомнений, я достаточно избирательно подхожу к тому, что есть. Но это, кстати, не очень сложно, если у вас так как-то вот... Если настроиться... Меня время-то время не спрашивают на эту тему. Как-то меня спросил сотрудник. Говорят, что вы открыли секрет вечной молодости. Знаете, я так сначала не знал, что ему сказать, а потом задумался, что в известной степени, может быть, и открыл. И он очень простой. Могу поделиться? Да, конечно. Вот. Все немолоды. Да, да. И это, кстати, одна из частей ответа на ваш вопрос, поскольку как-то же надо что-то делать с этим. Вот. Чтобы просто как-то дальше продолжать ту работу по созданию стоимости, которую все мы ведем. Значит, очень простой рецепт. Во-первых, это, конечно, благодарение Бога и генетика и постоянная работа над собой. Но вот что я обнаружил, что... Еще более важно. Когда ты начинаешь практиковать последнее, то быстро обнаруживаешь и первое. И благодарение Бога и хорошую генетику. Поэтому просто надо работать над собой. Вот, собственно, и все. Вы работаете над собой только... Ну, не только в плане внешности, да? Вот как вы себя мотивируете? Как вы приучаете себя не уходить от новых вызовов? Что вами движет сегодня? Я задумывался на эту тему. И даже, можно сказать, задумываюсь регулярно. И прихожу, в общем, к следующим для себя ответам. Первое. Я не знаю, что меня мотивирует. Нет ничего такого внешнего. Там, я не знаю, деньги, там, слава. Что еще может быть? Классическим мотиватором для человека в такой ситуации. Ничего это точно меня не мотивирует. Есть какой-то внутренний драйв. Ты почему-то делаешь это, потому что не можешь иначе. Вот по моему опыту, и, мне кажется, по моему ощущению, это, наверное, может быть, единственный правильный мотиватор для человека, если он хочет добиваться высоких результатов. И целью... Я вот прочитал недавно фразу Рокфеллера. Если вы хотите заработать деньги, то у вас их никогда не будет. Вот, может быть, это и есть такой мотиватор. Ты должен хотеть, вот, непонятно почему, но просто внутренне хотеть создание стоимости, каких-то успехов, каких-то вот продвижений вперед, и тогда это тебя заставляет двигаться всегда вперед. И вы спросили, что я делаю с собой? Ну, не то, что уж очень много делаю, но все равно стараюсь регулярно и задаю себе вопросы, а где я отстал, что надо делать, и пытаюсь как-то развиваться, учиться, куда-то ездить, с кем-то встречаться, что-то разговаривать. Я не могу сказать, что я сильно преуспел в этом, но пытаюсь. Мне очень помогают мои коллеги. Они тоже время от времени что-то находят, какие-то вызовы приносят, какие-то идеи и так далее. И как-то мы друг друга вот так. Я их очень много, наверное, челленджу, как называется, что называется. И они меня время от времени ставят перед всякими вызовами. И как-то это заставляет двигаться вперед. Попав в эту колею, ты уже чувствуешь, что ты, с одной стороны, вот этот внутренний драйв, а с другой стороны, ощущение, что ты уже с нее не можешь выпрыгнуть. Но без каких-то там чрезвычайных потерь. Потому что вот так динамично и так напряженно наша жизнь, что тебе все время нужно оставаться конкурентоспособным. А для этого нужно встречать новых людей, искать новые идеи, соприкасаться с какими-то новшествами. Не могу сказать, что я очень хорошо это делаю, и прямо у меня какая-то замечательная система. Но я все равно стараюсь придумывать себе какие-то конференции, какие-то вещи, которые нужно посмотреть. К своему стыду, к сожалению, я вот должен признаться, что я книг почти не читаю. А всякие дайджесты, статьи и так далее, все больше и больше. А вот прямо вот сесть и прочитать книгу – это редко. Я заметил для себя, и как-то я стараюсь вот это систематически практиковать и могу кому угодно посоветовать. Очень важно думать, что называется, out of box. Если вы, там, не знаю, металлург, машиностроитель, или занимаетесь, там, не знаю, ритейлом или золотом, очень важно читать, смотреть, думать про многое другое. Причем не обязательно про другие индустрии, а про другие части жизни, про культуру, про искусство. Все равно все правильные идеи, как показывает практика, появляются на стыке чего угодно. И очень важно как-то понимать, что думают люди, куда идет мир и так далее. И в этом смысле очень важно, так сказать, как-то стараться следить, что происходит в целом. Ну, а зачем вы сейчас следите? У вас есть какая-то такая страсть? Вы все пытаетесь военной тайной какой-то выделить? Ну, нам же интересно, да. Хочется столько же денег, сколько у вас. Это можно, да. Это можно. Мы должны еще повести сильно, конечно, но и вы сами должны себя повести. В принципе, зачем я сейчас слежу? Очень много тем связано с диджитализацией. Вообще какие-то очень интересные современные тренды, непонятно, куда они нас заведут. И они влияют на все, на то, как мы, я не знаю, едим, одеваемся, путешествуем, делаем бизнес-проекты. Это цифровизация, обмен информацией, интернет. Роботизация обещает много всяких неожиданностей. Новая мобилити, да, вот то, что связано там с самоуправляемыми машинами, новыми средствами транспорта. Очень много вызовов. Очень много вызовов, которые как-то не так часто обсуждаются в явном виде. Диджитализация сейчас очень популярный, да, топик, об этом только ленивый не говорит. Но вот мне кажется, что изменения в социальной жизни, об этом тоже, конечно, много говорится, они как-то меньше вот так остро обсуждаются там менеджерами и предпринимателями, но они могут оказать на нас большее влияние, хотя они, в свою очередь, во многом следствии технологических изменений. Способ, каким мы управляем людьми, как мы взаимодействуем друг с другом на работе и в жизни, этот способ, мне кажется, меняется и будет очень сильно меняться. И вот для нас, для компании, я считаю, один из главных вызовов воспользоваться возможностями и избежать рисков, которые это несет. Вот мы все, я в частности вырос в огромной индустриальной компании, которая, по сути, повторяла культурную парадигму начала 20 века. Вот помните, Форд сказал, что клиент может получить у меня автомобиль любого цвета, если этот цвет черный. Вот это все было реализовано, как я понимаю, абсолютно ярко, не только в отношении маркетинга, но и вообще в отношении людей на знаменитых фабриках Форда, которые были суперуспешными в свое время и делали огромный шаг вперед по сравнению с той эпохой. Но для того времени был типичный механистический, как мне кажется, типичный механистический подход к определению места и роли человека в процессе производства. Это были биороботы на конвейере, биороботы в офисе, там рассказывают легенды о том, что у Форда был кабинет в лифте, и он ездил между этажами здания и смотрел из своего лифта, да, со стеклянной дверью, со стеклянной стеной, и он смотрел, так сказать, как работают клерки. Насколько это правда, не знаю, но так пишут в книжках. Или сам Форд пишет, что у него был дурак в компании, он так написал, целью которого был реальный дурак, целью которого было, или задачей которого было читать инструкции, и вот пока он не поймет, эти инструкции не пускались в работу. Считалось, что уж если он поймет, то все остальные тоже поймут. К чему я это рассказываю? Вот это такая квинтэссенция очень яркая, того, что ушло совсем в прошлое, да? Но элементы этого ведь остались по сей день. И в нашей компании Боис тоже, и во многих компаниях в этом мире, но это больше нерелевантно, и будет побеждать тот, кто сможет по-другому построить внутреннюю культуру, в том числе огромных старых индустриальных корпораций типа Северстали, или металлургических, машиностроительных. Насколько мы к этому готовы, насколько мы понимаем это? Это же огромное изменение в сознании людей, в отношении к жизни. Вот это очень интересно. Если это ответ на ваш вопрос. Да, вполне. Я наткнулся на такую интересную стату. Дэвид Роуз, автор бестселлера об английском инвестировании, говорит, что любая компания, которая была успешна в XX веке, обречена на провал в XXI. Вы с этим согласны? Ну, и да, и нет. Поясню, почему да, и почему нет. Да, в том смысле, что… Ровно в том, о котором я сейчас пытался говорить. То, что было успешным в прошлом веке, не только в начале прошлого века, но и даже в конце, похоже, перестает быть источником конкурентного преимущества и успеха в этом… Даже в такой консервативной области, как сталь, да? Да, ни всяких сомнений. Ничего особенного, ничего выдающегося. Мы пригласили одну известную российскую компанию, не хочу называть имена. Она работала и у нас, и на других металлургических крупных заводах по Big Data Analytics в области расходов и расплавов в сталипроведенном производстве. Вот она и на других заводах применяла, и мы вместе с ней отработали. Берет большой массив данных, обрабатывает это классическими методами Big Data Analytics, выдает рекомендации, и рекомендации позволяют на 9% снизить расход ферросплавов. 9% ферросплавов. Это не единственная и, наверное, не самая большая статья наших расходов, ни всяких сомнений. Но просто это такой хороший пример, как из ничего рождается что-то. Тот, кто не будет это делать, не преуспеет. Целью нашей стратегии во многом является не снижение расходов и расплавов, а совершенствование себестоимости, хотя, конечно, мы должны оставаться конкурентными по издержкам, это один из наших несомненных приоритетов. Но главный наш фокус – это быть более клиентоориентированными. Только за счет этого мы видим возможность создать реально высокую стоимость в нашем сегменте, в нашем секторе, который очень конкурентный, и где создать и удержать конкурентные преимущества долгосрочно практически никто пока не может. Как мы собираемся это сделать? Мы хотим быть настолько полезными нашему клиенту, чтобы он хотел оставаться с нами всегда. И это не только в металлургии и в любом другом секторе. А как этого добиться? Значит, нужно людей как-то выстроить, как-то найти такие методы, чтобы наши люди, все, от тех, кто работает с клиентами на фронтлайн до последних, так сказать, пардон, что я говорю, не последних, а всех, да? Значит, наших рабочих были вовлечены в это искренне, заинтересованы постоянно. То есть это означает, что нужны другие отношения между людьми, и тут у нас вопросы там вплоть до современных там внутренних социальных сетей, да? Вот нам нужна внутренняя коммуникация, мы хотим опереться на опыт социальных сетей. Это я все к тому, что да, старые методы абсолютно, то есть если ты будешь просто повторять то, что делал в конце 90-х, даже в начале 2000-х, то, ну я думаю, сколько? Ну, 5, 10, 20 лет, и все, конкуренция, даже быстрее, чем 20, точно. Вы спросили меня, вот процитировав Роуз, да, имеют ли шансы компаний в 21-м веке? Сначала ответ нет, если они остаются теми же самыми. Но, в принципе, компании, которые были успешны в 20-м, вполне имеют шансы быть успешными в 21-м, если они перестанут быть теми, какими были в 20-м, и станут другими. Если мы станем другими, мы считаем, у нас есть прекрасные шансы на успех. Мы очень уверенно смотрим в будущее, несмотря на огромное количество рисков и вызовов, с которыми сталкиваемся. Поэтому и да, и нет. Значит, вы сказали про клиентоориентированность постоянную, про создание совершенно новой культуры взаимоотношения между работников. Что-то еще или это главное? Это главное, поскольку это ключ ко всему. Бизнес делают не машины, а люди. Каким бы высокотехнологичным или невысокотехнологичным считался сектор. Кстати, низкотехнологичных секторов, наверное, уже и не осталось. Потому что вот эти современные технологии, они универсальны, везде применимы и везде востребованы. Что еще? Фокус на клиента, конечно, контроль за издержками. Новые технологии особенно, кстати, не очень важны, особенно, может быть, важны, да и везде важны, и в новых секторах, и в старых. Потому что в старых секторах они настолько уже оптимизированы, эти старые сектора, что без новых технологий следующий шаг сделать трудно. И нам предстоит все это сделать, плюс, конечно, диджитализация. Она точно меняет наш мир, наше лицо, и нам очень важно успеть, хотя, в общем, диджитализация – часть технологий. Наверное, не она одна. И все это на базе людей. Собственно, вот это такая простая идеология в изложении, но очень трудная в реализации. Ну, мы же понимаем, что диджитализация, в частности, приведет, наверное, к довольно драматичным потерям, да? То есть люди, ну, будут сокращение рабочих мест. Вы знаете, первое, абсолютно так не считаю. Я вот только что в Даосе был и сходил там на сессию такую по роботизации, которой вели там три каких-то гуру в роботизации, и один из них, профессор немецкий, очень мне понравился такой энергичный, как и положено, гуру там был в кепке. Значит, и все в таком духе. Значит, и его спросили, говорят, слушайте, а вот вы говорите про роботизацию, но роботизация, ну, не только диджитализация, да, роботизация к 30-му, к 50-му, по-моему, году, да, считается, что в силу роботизации, диджитализации к 50-му году примерно половина рабочих мест, которые существуют сегодня, исчезнет. И, говорит, это же будут драматические последствия. Он говорит, да ничего подобного. Посмотрите на человечество. Произвительность труда выросла за последние 100 лет колоссально. Не знаю, там, за 200-300, еще того больше. И что, безработица, что ли, поразила всех? Мы, человечество, говорит он, я с ним полностью согласен, умудряемся изобретать самые экзотические профессии. Прекрасным образом, да? Сто лет назад представить, что будут стримеры, зарабатывающие десятки тысяч, есть, говорят, которые что-то полтора миллиона зарабатывают в год. Есть инстаграмеры, которые становятся миллионерами. Есть в инстаграме, или будет профессия блогера. А сейчас это уважаемая профессия. Вот с одним из коллег, сидящим в этом зале, мы как-то беседовали, значит, про детей. Значит, чем дети хотят, там, заниматься. И он мне говорит, вот, сын сказал, что он вообще-то хотел бы быть стримером. И мы с ним оба люди, ну, в общем, из одной и той же среды, и оба по определению в этом смысле консервативные. Сначала тоже так как-то менялись, что как-то странно, как-то ребенок хочет быть стримером, ну, что это за работа такая. А потом как-то подумали, говорили, а вот ребенок пришел бы и сказал, я хочу быть пианистом. Ну, это, или скрипачом. Это, конечно, уважаемое, круто, да? Вот ваш ребенок придет, он скажет, я хочу быть скрипачом. Вы скажете, ну, здорово, это серьезная специальность. А стримеров, ну, как-то нет. А вот если задуматься, а в чем разница между одним и другим? И те, и другие обеспечивают удовольствие людям, эстетическое. В чем разница принципиальная между тем, что люди смотрят на компьютер и испытывают удовольствие, кто там как бежит по какому-то там лабиринту, да, управляет там. Или слушают музыку, там, я не знаю, Бетховена и Баха и испытывают удовольствие. Никаких проблем не жду совсем. Совсем не жду. Мы будем точно изобретать новые профессии, новые занятости, никакой проблемы нет. Мы живем так столетиями. Растет производительность, меняются производительные силы, люди все время находят и находят и находят возможности занятости. Но есть важные условия, которые важно при этом соблюдать. Я считаю, первое, должна быть свобода предпринимательства. Рыночная свобода, которая позволит предпринимателям создавать и создавать эти новые рабочие места. Да, как мы сегодня видим в среде интернета, услуг. А если мы придем в ситуации, когда все из одного центра госплана планируется, как это было там 20 лет назад, 25, да уже, 30 лет назад. Но это, боюсь, не будет эффективным. Первое. Второе, должны быть механизмы. Но если будет первое, рыночная свобода, то есть строятся механизмы развития людей, мы должны развить адекватные механизмы в образовании, в здравоохранении, в социальной среде. Но, повторяюсь, если будет рыночная свобода и здравый смысл у нас, то я уверен, что это нам вполне возможно. Вот, оглядываясь на эти 15 лет, ваши три самых главных достижения. Вы могли бы назвать? Ну, во-первых, то, что компания работает, без малого 90 тысяч человек получают зарплату, мы растем и развиваемся. И в целом наша успешность, я надеюсь, растет, хотя у нас очень много проблем и очень много вызовов. И все неоднозначно ровно и хорошо, но тем не менее, то, что мы развиваемся, это все-таки успех несомненный. Хотя, повторяюсь, много вызовов. Второе. Я думаю, что мы стали лучше понимать, как двигаться вперед. У нас было очень много ошибок. И я потерял огромную сумму денег и множество ошибок сделал. Иногда меня спрашивают, а вот у вас были ошибки? Так забавно слышать такие вопросы. Видимо, люди как-то полагают, что если ты в рейтинге уважаемого Форбса, например, высоко находишься, так ты, наверное, какой-то совершенно другой и непогрешимый. Да куда там? У меня было море ошибок. Я про ошибки спрошу сейчас тоже. Да, конечно. Раз уж пришел, то расскажу. И вот через эти ошибки, через эти годы, я надеюсь, мы стали лучше понимать, как правильно двигаться дальше. Вот то, что я сегодня вам говорю, вот наше понимание, я надеюсь, оно правильное, и это тоже достижение. Ну и кроме того, все-таки моя семья, трое детей родилось в этот 15-летний период самых младших. Это тоже достижение, как-то жизнь строится лично. Ну а ошибки? Ну, если говорить… То, что, ну как бы вы могли не сделать, но сделали, да, и жалеете об этом. Ну, жалею, с одной стороны, конечно, а с другой стороны понимаю, что, ну как, вот то, что сделано, уже не воротишь, надо просто стараться извлечь из этого максимум пользы и уроков. Что является ошибками? Ну, во-первых, просто линейно мы напокупали кучу активов, которые потом списали в ноль. Либо часть просто закрыли, ликвидировали, часть продали по гораздо более низкой цене, и так было в целом ряд секторов, металлургии в частности. Это была ошибка, которую я обязан был избежать. Оглядываясь назад на вот там ситуации 2008-го и последующих годов, я четко вижу задним умом, что были сигналы, были индикаторы из внешней среды, которые должны были, которые я должен был понять и удержать, и они должны были удержать меня, это должно было удержать меня от тех бессмысленных приобретений, не удержало. И это ошибка. Я… много людей было, с которыми мы должны были расстаться быстрее, и не делал я этого, да, и вообще отношения с людьми, отношения к людям, я четко стал понимать, гораздо четче стал понимать, что надо вырабатывать очень четкие критерии взаимоотношений, четкие, максимально четко ставить задачи, договариваться о правилах игры со своими коллегами, сотрудниками, да, и ставить задачи, и потом мониторить выполнение. И задачи эти, они должны быть и количественными, там, такими бизнес-задачами, там, вплоть до и беды, и должны быть софт в части саморазвития, в части культуры, работы с людьми. Если эти задачи достигаются, люди меняются сами, растут, а это принципиально важно, чтобы человек строил культуру, не просто и беда нам нужна, и не просто, там, уж тем более тонны, да, нам нужна определенная культура, поскольку, по моему глубокому убеждению, именно культура является ключом к долгосрочному успеху. Она позволяет заработать больше в долгую, да, и потом, ну, только в определенной культуре хочется работать и как-то интересно работать. Так вот, эти задачи, договариваясь с людьми по этому вопросу, надо дальше не терять зря их свое время, то есть если человеку не нравится это, если человек не может с этим справляться или не хочет, тогда надо как можно быстрее расставаться, не тянуть, не пытаться, там, как-то затягивать все это. Вот это тоже такой урок, он очень болезненный, он очень непростой, это сейчас так хорошо говорить, так просто, да, вот когда ты конкретно ситуацией сталкиваешься с конкретным человеком, то спрашиваешь, рядом непонятно, как быть, изменить его неким, и вроде надежда какая-то еще есть, и тут очень важно не перегнуть палку, да, и с водой не выплеснуть ребенка, то есть нельзя там как-то все это механистически свести к списку задач и тиканью боксов, да, год прошел, задача выполнена, остался, не выполнена, выгнали, упаси Господь. То есть должна быть какая-то вот такая взаимная система вникания, разбирательства, помощи, поддержки, то, что называется, лидерство, надеюсь, я стал лучше понимать, как это делать, вот, и стал меняться, и вот я все время спрашиваю коллег, мы с вами обсуждали эту тему, обратную связь, у нас вообще эта система как-то вот очень важная, я считаю, для нас внутри компании сложилась, меняюсь ли я, не меняюсь в целом, все-таки вот если смотреть там на долгосрочную перспективу назад, там за пять-десять лет я по обратной связи все-таки изменился, да, довольно значительно, как я понимаю, да и сам чувствую, вот это, так сказать, такое достижение, и это уроки из ошибок. По МНЕ есть точные уроки, надо лучше понимать индустрии, надо больше ориентироваться на долгосрочные факторы успеха, а не только на то, сколько конкретной беды генерирует то или иное компания за прошлый год. Надо лучше понимать синергии. Очень много дурацких приобретений было сделано из каких-то таких абстрактных надежд, иногда амбиций. Например, я четко понял, что нет никакого смысла быть больше. Надо быть эффективней. Больше по ебеде долгосрочно хорошо, больше по заработку хорошо, но это не есть главная цель. Хотя, ну, хорошо, важно расти в объеме, конечно, но очень важно при этом расти эффективность. Потому что объем сам по себе, если американская поговорка мало что значит, ну, не мало что значит, конечно, очень важно, но тем не менее, если американская поговорка «в ураган летает индейка», то есть, когда хороший рынок, все зарабатывают много денег, а вот что будет, когда рынок будет плохой, вот это очень важный вопрос. Вот эти все вопросы как раз и есть в уроке прошлого, которая важна. А какой-нибудь личный урок, ну, вот вы сейчас говорите как бизнесмен, жизнь состоит не только из бизнеса. Надо больше уделять внимание детям. Они растут, и когда они вырастут, будет поздно. Вот мои старшие дети, им там 18-19 лет, ну, уже, в общем. Вы много общались, или это, как все, мало? Как все. Как все, да? Как все, не очень много. Знаете, я тут недавно услышал фразу, в РБК, по-моему, по телевизору, в РБК, этот, канале показали. Никто в конце жизни еще не пожалел, что слишком мало времени проводил в офисе. Ну, вот это еще один из уроков. Ну, сейчас как вы пересматриваете это? Ну, это моей жене судить, но, и детям, но я стараюсь. А, в том числе, я точно стал больше выделять времени на общение с семьей, на отдых сейчас, чем 10 лет назад, даже 5. Ну, если сравнивать, да, то есть, ну, сколько у ваш отпуск, например, какая продолжительность? Ой, ну. Это что вы работаете в отпуске тоже, как все нормальные люди, но? Ну, нет, ну, я много отдыхаю. Я, у меня вообще как-то так складывается система, я считаю, что она правильная. Если я на работе, то я где-то там 10-12 часов могу работать, и, как правило, работаю очень долго по времени. Если я в отпуске, то я стараюсь отдыхать. Конечно, я более-менее, не более-менее, всегда на связи, кстати. Никогда не бывает такой ситуации, что я выключал телефон. Вот это, кстати, такой момент. Но он меня как-то не напрягает. Иногда я слышу, что люди говорят, ой, я уехал, все там, выключил. Нет, со мной такого не бывает. Я всегда на связи, меня всегда можно найти. А при этом, конечно, бывают какие-то там моменты, что-то такое происходит, когда я там не на связи в те или иные секунды, но в целом принципиально я на связи всегда. Хотя это не означает, что я там с утра до вечера работаю. Но хотя бывают часто ситуации, проекты, которые нужно вести независимо. Но я стал больше гораздо отдыхать. То есть я в августе отдыхаю, там, в майске отдыхаю, в январске отдыхаю. Ну вот Фридман говорит, что на третий день любого отпуска, даже самого увлекательного, он начинает теребить телефон нетерпеливо. Нет, со мной этого не происходит. Да, то есть вы сами… Если кто кого теребит, то телефон меня. А, то есть у вас телефон. Это большое достижение, я думаю. Наверное, было по-другому. Ну вот видите, значит у меня еще одно достижение есть. Нет, нет, я в целом принципиально, как я тут задумался, я доверяю своим менеджерам. Они и ребята хорошие, и мы с ними так, ну как бы со многими как-то вот давно и недавно, но как-то отстраиваем взаимодействие, я считаю, как-то в правильном направлении. Хотя все непросто. И я им доверяю, и я считаю, что они хорошие ребята, правильные и толковые, первое. Второе, если они будут так делать, то у них, они не будут расти, у них не будет стимулов расти, развиваться, работать. То есть это их компании, их бизнес, они за них отвечают. В этом смысле мне не нужно звонить им каждый день и спрашивать, как дела. Правда, ситуация очень разная в разных компаниях, группах. Есть у нас компании в таком напряженном положении, там, ну не знаю, силовые машины попали под санкции, с ними, конечно, гораздо больше сейчас хлопот и проблем, хотя их проблема прежде всего внутренняя эффективность, а не санкции. Ну а Северсталь, например, она гораздо более зрелая компания, гораздо более экономически устойчивая и требует гораздо меньшего увлечения, и там сильное руководство. Понятно. В нашей с вами беседе вы так описали свои обязанности. Первое – подборы развития топ-менеджмента, второе – создание культуры и бизнес-системы, третье – организация, дискуссия, стратегии и способах ее воплощения. Вот в связи с этим несколько вопросов. Ваш любимый вопрос на собеседование, когда вы подбираете топ-менеджмент? У меня нет какого-то любимого вопроса на собеседовании. Ну что важно для вас уяснить на собеседовании про кандидата? Вы знаете, я на собеседовании как-то, ну, не надеюсь уж так много уяснить о кандидате. Я… Ну, сколько длится собеседование? От 15 минут до часа. Что можно за полчаса понять о человеке? Ну, какое-то общее впечатление, да. Но есть какие-то записки, есть его посложный список, какой-то анализ, там, собеседование других. Вот. Поэтому я как-то на собеседованиях не ставлю себе задачу уж такое что-то там понять. Я вообще убедился в том, что я плохо разбираюсь в людях. Вот все эти годы показали мне, что… Не получается у меня как-то так вот там посмотреть и прям так все понять на человеке. С помощью рядом ты посмотришь, поймешь что-то, проходит там год-два, и оказывается, что ты все неправильно понял. Вот поэтому я не склонен чрезмерно переоценивать ценность. Но у нас есть просто формализованная система собеседований. Вот. И повторяюсь, я тут полагаюсь во многом на мнение других, хотя сам тоже стараюсь что-то понять. Но редко бывает, чтобы я на собеседовании от кого-то завернул. Вот человек прошел… У нас есть целая система собеседований. Прежде чем попросить на собеседовании ко мне, люди, как правило, проходят несколько собеседований. То есть с вами они просто знакомятся, да? По-многому, да. Ну, конечно, какое-то мнение пытаюсь оставить. То есть вы не принимаете, получается, окончательного решения? Формально принимаю. Фактически крайне редко оно бывает негативным. Скорее я поддерживаю и одобряю то, что другие уже порекомендовали. Потому что на этот же вопрос, например, Чубайс мне ответил, что если человек формально подходит под должность, ему важно дать ему свободу и посмотреть через год. А, так это через год посмотреть, не на собеседовании. То есть он тоже примерно так же ответил. Фридман говорил, что ему важно, чтобы мы совпадали в этических нормах, например. Это, вне всяких сомнений, критическая вещь. Если вы спрашиваете о требованиях к менеджерам, это другой вопрос. Но это не вопрос на собеседование. Этические нормы за полчасовую дискуссию, на мой взгляд, хорошо не поймешь. У нас есть разные системы, в том числе есть собеседование с использованием полиграфа, которое мы стали довольно широко применять. И оно тоже дает определенные представления. На какие вопросы, например? Злоупотребление, коррупция. А, то есть вот такие вопросы. Да, мы прямо спрашиваем, были ли у вас случаи коррупционного дохода. И оцениваются. И мы понимаем. Кстати, как показала практика, это довольно сильный, эффективный инструмент. К сожалению, это понятно, что это очень чувствительная такая непростая тема. Первоначально было очень много недопонимания и сопротивления. Но, вы понимаете, я как-то для себя вот так решил. К сожалению, мы живем в такой среде, что коррупция у нас стала... И коррупционное давление среды стало таким большим. И, к сожалению, это явление стало таким широко распространенным, что вот мы находимся вот в известной степени на фронте, я считаю. И я считаю, что злоупотребление и коррупция крайне негативны для корпоративной культуры. Для культуры в целом. Они разъедают душу людей и создают для них другую повестку. Вот мы строим компании, как мы уже сегодня говорили, где люди должны быть сфокусированы на результат, двигаться вперед, демонстрировать переживанность ценностям и так далее. Если люди имеют другую повестку и нацелены на злоупотребление, то они по определению в этом не могут участвовать. У них тогда совершенно другая повестка дня получается. Они хотят решать свои личные вопросы, а при этом делать вид, что они соответствуют общим требованиям настолько, чтобы их там не выгнали. И мы с очень четко и бескомпромиссно с этим боремся. И вот, к сожалению, ситуация у нас такая, что мы просто не видим, видим так много этого явлений, так много этого безобразия, что сочли для себя, что мы будем мириться с этим меньшим злом, пропускать наших сотрудников через полиграф. Это очень показало себя эффективным, помогает нам отсеивать много, так сказать, несоответствующих нашей культуре. Вы у кого-то этот опыт подсмотрели или вы сами? Нет, сами. Сами это кричали. У нас очень сильная служба безопасности, я считаю. Она такая позитивная, но сильная. И мы так вот думали, 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 что делать и сочли, что обстановка фронтовая, приходится применять жесткие методы. А есть какие-то недостатки в людях, с которыми вы работаете, которые вы готовы терпеть, в принципе? Что такое недостатки? Мы не готовы терпеть, первое. Мы, может быть, так по кругу возвращаемся к вопросу о том, собственно, что мы ценим в руководителях, в лидерах и вообще в наших сотрудниках. Я чуть позже отвечу напрямую на ваш вопрос, но с вашего позволения небольшое вступление в начале. Первое. Конечно, этические ценности являются критически важными. Мы не готовы мириться с отступлениями от этих ценностей по принципиальным вопросам. То есть иногда говорят, пусть, ладно, там ворует, но он так много пользы принесет. У нас... Но дело знает, да? Да, дело знает. Для нас это не предмет дискуссий. Тот, кто у нас ворует, он выгоняется на следующий день. Без всяких компромиссов у нас есть zero tolerance по этому вопросу. Нулевая толерантность, да? И неважно, какой позиции он занимает и сколько там денег приносит. И почему я так уверенно об этом говорю? Я считаю, что стратегически человек не может быть успешным, если он неэтичен. И компания, которая не построила правильную этическую культуру, не будет успешно долгосрочной. Какая бы конъюнктура там сегодня не была и чем бы она там не способствовала, это первое. Конечно, мы живем в реальном мире, жизнь и жизнь, так сказать, приходится время от времени искать компромиссы. Это не означает, что мы там сразу всех выгоняем. Вот у нас там регулярно были ситуации, проверяем ту или иную службу, обнаруживаем массу несоответствия. Дальше идет разговор с людьми, обсуждение. Допустим, люди берут на себя обязательства, объясняют ситуацию, рассказывают, раскрываются, берут на себя обязательства, через год новая проверка. Если она показала, что человек, так сказать, выполняет свои обязательства, значит, он остается. Если не показала, показала, что не выполняет, значит, расстаемся с ним. То есть мы тоже стараемся работать с людьми, но жизнь так сложна и все так непросто, так сказать, там понятно. Есть большое давление внешней среды. В общем, этические принципы номер один. Дальше. У нас должны быть люди… Этические принципы – это далеко не только коррупция. Это такой, знаете, базовый, что ли, пререквизит, да? Уважение к людям. Особенно в нашей стране, к сожалению, не всегда люди последовательно демонстрируют уважение к людям. И для нас это принципиальный вопрос. Начиная от стиля общения и заканчивая просто вот какими-то такими фундаментальными вещами. Кто не хочет разделять эту идеологию, не должен тратить время и свое, и наше, и пытаться у нас работать. То есть он должен уходить и искать себе лучшие доли. Может быть, он не достоин где-то в другом месте. Вот какие-то такие этические базовые вещи. Уважение к людям, желание и готовность быть клиент-ориентированным. То есть думать о клиентах, обслуживать кого-то. Вот это очень важная такая вещь тоже в нашей культуре, согласитесь, до недавнего прошлого вообще такая не очень типичная. Надеюсь, все больше и больше появляющаяся. Но, тем не менее, не автоматически присутствует желание обслуживать кого-то, желание кому-то служить. Уважение к людям, я уже говорил. Готовность меняться, учиться. Что я считаю, у меня время от времени спрашивают, какие, я считаю, должны быть свойства успешного человека. Одно из свойств, я считаю, фундаментально важных. Первые этические принципы, начиная от «убий, не укради», «не убий, не укради», и таких библейских. И плюс еще такая вещь, как готовность человека узнавать правду о себе, о ситуации, независимо от того, какая она есть, какой бы она ни была. Это зачастую очень трудно делать. Спасибо. Узнавать правду о себе, о ситуации. И второе, меняться в соответствии с этой правдой. Учиться. То есть те, кто не хочет этого делать, им нет смысла у нас терять время. Мы требуем от всех наших сотрудников, без исключения, быть готовыми разбираться, быть кооперативными, демонстрировать уважение к клиентам, клиент-ориентированность, уважение к людям, естественные этические ценности, и учиться, меняться. Понятно, что все непросто. То, что я сейчас говорю больше, декларация красивая, ее практическая реализация всегда очень сложна. И я бы хотел, как сказать, подчеркнуть, что я бы не хотел выглядеть, я бы не хотел выглядеть, как, знаете, я все понимаю, все так легко, и вот эти вот декларации так легко, значит, махнув рукой, мы применяем каждый день, и никаких сомнений, никаких проблем. Да что вы, все наоборот. Все очень непросто, все очень сложно, но все равно это принципиальный камертон для нас. И мы идем через тернии к звездам, стараясь каждый день практически, как говорил Лев Толстой, в «Войне и мире» быть вполне хорошими, или, по-моему, Прерба Зухов говорил, да? Значит, быть вполне хорошими. Или Андрей Алконский, не помню. Вот мы как-то стараемся быть вполне хорошими, исследовать этому принципу каждый день, шаг за шагом. Я считаю, что в целом есть позитивные изменения. Но они происходят не везде, не сразу, не быстро, но происходят. Наверное, вот эта изменчивость, это действительно, как Пушкин говорил, не меняются одни дураки. Я думаю, да, это один из самых главных условий успеха, в принципе, наверное, да? То есть умение человека меняться, да, в зависимости от ситуации, но сохранять определенный, да, там, этот нравственный императив, о котором писал Кант. Ну, в принципе, про бизнес-культуру вы тоже сейчас ответили косвенно, да? Но вот многие люди из разных сфер сегодня жизни, особенно из политики, из бизнеса, сетуют на то, что очень трудно стало прогнозировать, вообще очень трудно стало строить стратегию, да, неопределенность, уровень неопределенности в мире так высок, что мы постоянно не понимаем, что вообще будет с нами происходить. И все прогнозы, как правило, оказываются ошибочными. Вы учитываете эту погрешность как-то? Как вы моделируете будущее? Как быть вообще? Можно ли его моделировать? Есть такая версия, кстати, что мы просто настолько знаем много всего, да, что нам просто очень трудно прогнозировать, да, слишком много фактов. Мы не справляемся с ними. Я запомнил фразу, забыл уже, кто ее сказал. И сказал ее лет, мне кажется, лет 15 назад. Это очень трудно предсказывать, особенно предсказывать будущее. Предсказывать будущее невозможно. В известной степени, как я понимаю, есть только одна категория специалистов, которые могут предсказывать будущее, это гадалки. Вот они могут предсказывать будущее. Никто другой предсказывать будущее, в принципе, не может. Можно по-разному к этому объяснять. Это, да, факт очевиден, да. Мы не знаем будущего, никто его не знает. Масса людей занимается его там попытками предугадать, но никто не преуспел. Значит, почему? И много изменений, и там, и так далее, и сложности. Но почему даже второй вопрос, наверное, вопрос, что с этим делать. Первое, мы не знаем. Я точно не могу с вами вам раскрыть военную тайну или какой-то такой вот волшебный инсайт. Я могу сказать, как мы к этому относимся и что мы с этим делаем. Конечно, мы понимаем, что будущее отличается от прошлого. Хорошая, красивая, расхожая фраза говорит о том, что генералы всегда готовятся к прошлой войне. При этом нельзя опыт прошлого полностью игнорировать и говорить, что будущее никак не связано с прошлым. Тоже нельзя. Поэтому, с одной стороны, да, надо пытаться прогнозировать. При этом мы, понимая все ограничения, о которых вы говорите, мы стараемся не прогнозировать будущее, а писать для себя сценарий, что будет если. Вот если это так, то как это может быть так, а вот если это так, может быть так. Отдельные элементы исходных условий, как нам кажется, проще моделировать их разброс. Примерно можно говорить, что вот эта цена скорее будет в каком-то таком диапазоне. Этот диапазон может быть большой, но хотя бы что-то. И тогда, если это, это, это сложится примерно так, то может быть примерно такой сценарий. Очевидно, что если все арифметически хорошо учесть, то тогда получается очень много вариантов. И мы так не делаем. Мы просто прикидываем для себя там base case, best case, worst case, так сказать, да, то есть лучший, средний, хороший. Значит, и как-то стараемся для себя понять, а что будет, если, во-первых. Во-вторых, и мы вот дальше, по сути, пытаемся анализировать все с точки зрения двух тестов. Первый главный тест на нашу конкурентоспособность. Для нас принципиально важно быть конкурентоспособным. А что такое конкурентоспособным? Лучше, чем в среднем, желательно одним из самых лучших. Вот у Северстали, например, и беда маржа находится на высшем в мире уровне уже, наверное, года три. Вот. Что это означает для нас? То есть, если рынки будут сжиматься и все будет падать, то мы, наверное, имеем шансы быть одними из последних, кто помрет. Это не гарантирует нас от успеха, это не гарантирует, что все не вымрут, да, завтра кто-нибудь изобретет другую технологию, и все. Да, можно себе представить, какая была там индустрия хомутов или телег, да, в начале прошлого века. Ну, где эта вся индустрия? Наверное, остались какие-то отдельные производители там для спорта и развлечений, да. Вот. Но, тем не менее, у нас есть лучшие шансы. Вот, в общем, нам нужно сохранять нашу конкурентоспособность. За счет чего? За счет фокуса на клиентах и за счет лидерства по издержкам. За счет чего это? За счет культуры, которая позволит нам воспользоваться технологиями, позволит нам лучше понимать клиента, дать ему нужный сервис и воспользоваться технологиями, создать нужные продукты и применять нужные методы понижения издержек, контроля над издержкой. Это не является гарантией, но что-то. Второе, это тест на, да, по сути, тоже и первое, тест на конкурентоспособность. То есть мы должны быть в состоянии быть конкурентоспособными в разных сценариях. И, кстати, это ведь очень такие технологичные вещи. Например, конкурентоспособность, мы должны быть по издержкам конкурентоспособны. Вот по всем нашим компаниям мы меряем, в какой части кривой издержек мы находимся. Всегда стараемся сдвинуться влево, иногда успешнее, более успешно, иногда менее успешно. Значит, Северсталь та же одна из самых эффективных по костам компаний в мире. Плюс нам нужно понимать как-то релевантность нашей бизнес-модели в условиях развития разных рыночных сценариев. То есть мы должны быть конкурентоспособны и мы должны избежать вот этого риска быть полностью уничтоженными какими-то такими глобальными техническими сдвигами в среде. Плюс нужно вписываться в те современные тренды, вот, например, экологический, corporate governance и как-то ECG, environmental corporate governance, environmental social and governance. Уже все эти слова позабывал. Вот. То есть очень важно, чтобы твоя бизнес-модель была устойчива не только по издержкам, не только по такой формальной конкурентоспособности, но и стратегически уместно в контексте развития среды. При этом мы, конечно, сделаем какие-то сценарии, что-то пытаемся прогнозировать, но это не более чем прогноз. И с пониманием того, что мы можем только пытаться понять, что будет, если, но мы не можем предсказать будущее. Спасибо. Но, на самом деле, интересно, да. Все, в принципе, строим планы на будущее, но, как правило, Бог нас удивляет. О чем вы мечтали в детстве? Неужели стать хозяином компании «Северсталь»? Ну, конечно. Наверное, у вас... Знаете, в моем детстве невозможно было представить и близко то, что будет со мной сегодня. Я родился в 1965 году, школу закончил в 83-м, а институт в 88-м. Поэтому сегодня более реалистичны были бы разговоры о том, какой отель на Марсе мы предпочитаем, чем разговоры тогда о том, как я буду жить сейчас. Поэтому нет, ничем таком я даже не то, что не мечтал, а даже это как-то, ну, я не знаю, абсолютно нерелевантно было в принципе. А ни о чем каком-то особом я не мечтал. Вот вы меня спросили, я не помню каких-то особых мечтаний. Точно не было каких-то материальных мечтаний, типа там, вот что-то там приобрести. Но я помню, что в детстве я как-то размышлял, вот вы знаете, об управлении, о предприятиях, слушал разговоры родителей Царствия Мнебесная, да, как вот там на заводе работа идет. Мне это было очень интересно. Было ли это какими-то мечтаниями? Точно нет. Когда настала пора, так сказать, как-то определяться с будущим, я вот подумал, что как-то, вот что мне интересно, вот это интереснее всего. Как я понимаю, сейчас я хотел быть управленцем, мне вот было это интересно. Вот. И в этом смысле мечтал вот как-то стать как-то частью этого механизма, принятие решений, разбирательств, создание стоимости. Но решил, что наиболее подходящей для этого специальности является экономической. Поступил в Ленинградский инженерный экономический институт имени Пальмира Тольятти. Как он тогда назывался? Как? Еще раз. Имени Пальмира Тольятти. Вы же очень хорошо учились, в принципе, то есть у вас какая-то была, видимо, мотивация, то есть вы просто хорошо учились, потому что вам интересно было учиться. Интересно было. Да. Просто было интересно. Я в школе учился хорошо, ну там, в основном пятерки, а в институте вообще учился очень хорошо, я был прям вот очень хорошим студентом. У вас красный диплом, по-моему. У меня не просто красный диплом, я за все время обучения, за пять лет не получил ни одной четверки. Мои зачетки только пятерки. Ни одной другой оценки нет. И я был лидером студенческого научного общества института, факультета, и зам секретаря комитета комсомола института и факультета по научной работе. Я был очень активный студент. Вот как-то мне ректор бывший сказал, что говорит, тебя очень хорошо про тебя рассказывать студентам, потому что вот там, и он там повел пару примеров, успешных людей, которые не очень хорошо учились, а ты, говорит, был вот прям очень хорошим студентом, про тебя очень хорошо рассказывать нынешним студентам, что вот будете хорошо учиться, Я очень хорошо учился. И при этом я там прогуливал, не знаю, две трети учебного плана, сидел в библиотеке, занимался студенческой наукой. Мне было очень интересно, совсем интересно. Вы ботаник по натуре, по складу? Что такое ботаник? Ботаник – это кто предпочитает библиотеку и дискотеки. Скорее, да. В этом смысле ботаник. То есть это… Как видите. Но это не гарантирует успеха в жизни, но в принципе это, как правило, да, ему предшествует. Мне это интереснее. Вот мы спрашивали про мотивацию в самом начале. Мотивация вообще, мне кажется, у человека, она что-то такое внутри. Не потому, что ему денег хочется, да, вот как Рокфеллер очень хорошо сказал. Если вы хотите денег, у вас их никогда не будет. Что-то должно быть такое, что движет тебя к какой-то такой вот, даже не мечте, а к чему-то такому, можно сказать, мечте, да, к какому-то такому светлому будущему. Да, вот для меня это value creation. Я никогда не стремился быть богатым, да, там, никогда. У меня одно рабочее место в жизни было. Я как пришел на Северсталь в 88-м году, так на ней и работаю по сей день. У вас должна быть большая пенсия, в принципе. Вы знаете, я очень надеюсь, да. Столько лет на одном предприятии. Я уверен, что не государство мне будет выпалачивать. Вот, да. Поэтому я никогда не был предпринимателем, вот в этом смысле. Просто там приватизация и последующие там события сделали меня предпринимателем. А уже на базе Северстали мы стали скупать там самые разные активы в самых разных секторах. Просто было интересно и было видение того, что есть перспективы по созданию стоимости. К созданию value, да. Вот. И в этом смысле я на Северстали вот всю жизнь свою проработал. В разных должностях, правда, но всю жизнь. Расскажите о своих родителях. Что это были за люди? Они оба умерли уже довольно давно. Папа закончил карьеру электриком пятого разряда в одном из цехов комбината. Большую часть своей жизни проработал инженером-электриком в пусконаладочных организациях. А потом, после распада Советского Союза и сокращения строительных работ, пришел на комбинат. И вот, как я уже сказал, закончил карьеру рабочим электриком. Мама была мелким служащим. Всю жизнь проработала на металлургическом комбинате. 30 с лишним лет. 36 лет. Вот. И занималась там управлением капитального строительства, комплектацией кабельной продукции. Стройки комбината. В общем, такая, российский, советский, средний класс. Автомобиль, москвич, дача. Но вы жили достаточно обеспеченно, да? Я вообще всегда был очень обеспечен. Всегда. У меня никогда не было нехватки в деньгах. Я не знаю, почему, с детства как-то. Ну, каких-то у нас суперцелей не было. Ну, а джинсы, кроссовки, когда вы купили первые? Джинсы мне купили в классе, наверное, в восьмом, девятом. Девятом, по-моему. А какая марка? Какие-то индийские. Индийские. Ничего не говорящий. Мне ни тогда, ни сейчас бренд. Я их и не помню. А кроссовки? Ой, не помню. Хорошо. Не помню. Не было какого-то такого. Ну, мне, конечно, хотелось джинсы, как всем. Но уж так было как-то вот какое-то особого вот такого хотения. Ну, было, наверное, особое хотение. Но прям уж ничего такого заоблачного. И жили мы как-то хорошо. Не как-то супербогато. Но вот, как я уже сказал, автомобиль москвичей, 6 соток. Телефон в двухкомнатной квартире, 30 квадратных метров, 34 квадратных метра. Я прожил в этой квартире до 25 лет. То есть вы, в принципе, уже были богаты в этом моменте. 25 лет. Ну, я бы всегда был богатый. Я вам уже сказал, так сказать. Да, как-то так получалось. Я студентом был. Вот я уже говорил. Был ленинским стипендиатом. Получал сначала 100, потом 130 рублей стипендию. Плюс еще там 30 рублей на кафедре за научную работу. Это была, в общем, зарплата среднего инженера этих лет. То есть как-то я всегда, не знаю, вот как-то само собой получалось. Стеснения особого в средствах не испытывал. Правда, сейчас мы испытываем нехватку того-то другого миллиарда на приобретение чего-нибудь там, того-то этого. Но это уже другая история. Вот, не знаю. Ну, раз про миллиард заговорили, вот просто не могу не коснуться. У вас есть еще время, да? В целом, да. Нам просто народ разбегается, я так смотрю. У вас дети чему-нибудь научили важному? Конечно, да, я думаю, чему. Ну, во-первых, дети научили меня тому, что надо обращать на них внимание. И что я женился не на работе, как один начальник мне сказал. Там один мой коллега мне как-то сказал. Вот. Дети научили меня тому, что бывают другие точки зрения, что мир богаче и сложнее. Но, несомненно, дети помогают мне какие-то новые вещи узнавать. Я вот на старших сыновей смотрю, они там какие-то вещи делают в интернете, которые так интересны, интересуются какими-то вещами. Я сам-то не соприкасаюсь с этой частью жизни. Они меня иногда просвещают, что там происходит в мире, в этой части. То есть это Талант Теху помогает, да? Не знаю. Помогает ли, но мне точно помогает. Настолько, насколько, насколько я помогаю Талант Теху, надеюсь, помогает и Талант Теху. Спасибо вам огромное, Алексей Александрович. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова